всем здорово народ решил снять несколько обучал для совсем новичков и первое из них это обещанное видео по катанию на жесткой вилке поскольку мой велосипед сейчас не у меня я катаюсь на стоковом x24 и объяснять буду все на нем но это никакого значения по сути для вас не имеет жесткая вилка она и в африке жесткая вилка а спонсором этого видео является видеорегистратор action камера адвокам за небольшую плату они предложат вам экшен камеру плюс видеорегистратор в одном флаконе и целую кучу аксессуаров цена в четыре раза дешевле чем на gopro все ссылки в описании gopro стоит 25 тысяч рублей адвокам fd sport за 7850 рублей 20 бесплатных аксессуаров и это не только экшен камера но и полноценный автомобильный регистратор регистратор для мотоцикла адвокам fd спорт ссылка в описании и так если вы только начинаете кататься на жесткой вилке то я рекомендую вам приспустить немножко переднее колесо до трех с половиной трех атмосфер чем шире покрышка тем вам будет мягче если вы перешли с мягкой вилки на жесткую то для вас контраст будет наверное даже более жестким чем если вы не умели ничего только купили первый велик а он на жесткой вилке также приспускаете покрышку и будьте готовы к массе новых ощущений в принципе в катании на жесткой вилке есть много как положительных так и отрицательных сторон куда собрался из положительного это увеличение уровня контроль над велосипедом потому что вы учитесь правильно приземляться они как мешок с говном простите меня но многие скоро тут будет интервью с одним из очень хороших райдеров многие реально соглашаются с тем что до перехода на жесткую вилку все кто катаются на мягкой не умеют приземляться потом увеличение контроля увеличение обратной связи с велосипедом для кого-то это возможность поставить две пеги легче удобнее делать трюки через переднее колесо но вот это вот основные плюсы и плюс еще снижение веса велика общее снижение веса дешевизна не нужно ухаживать за вилкой ничего делать не надо знаете катайся жди пока сломается и все и поменять опять же дешево минусы минусы если у вас проблемы с суставами или в принципе вы в плохой физической форме вам будет больно вы будете долго адаптироваться поэтому если у вас низкая о фп я рекомендую помимо катания немножко добавить подтягивания отжимания в общем ходите на брусе турники и вообще в принципе с трюками у вас станет намного легче еще один минус это естественно боль суставах уже даже если вы научились это может быть связано с тем что вы берете слишком большие пролеты или то в принципе безбашенный райдер и для вас это не является так сказать проблемой но для ваших суставов поверьте мне это может стать проблемой плюс если дорога неровная если вы едете там да даже просто по газону уже немилосердно трясет и ничего с этим не сделаешь ну реально как не крути зато по асфальту конечно едет гораздо лучше чем мягкая вилка и так самое первое чему нужно научиться катаясь на жесткой вилке это правильно приземляться и я рекомендую вам не идти сразу в парк заняться тупо плоскочем если вы делаете банихоп я надеюсь что если вы дошли до этого ролика в моей линейке обучал чтобы не хоп вы умеете делать если вы его делаете научитесь делать его правильно правильно приземляться для этого нужно держать руки не под прямым углом к вилке то есть чтобы ваши кисти работали как амортизатор чтобы они правильно гнулись потому что вообще приземляясь на велосипеде у вас есть большое преимущество перед ребятами которые которые катаются на самокатах на скейтах на всех других видах такого странного транспорта экстремального вы можете самортизировать всем телом да шо ж такое то самортизировать всем телом и снять нагрузку с позвоночника колени сгибаются сгибаются локти сгибаются вот здесь вот кисти сгибается голеностоп это все огромное количество степени амортизации которые в принципе снимают всю нагрузку с вашего тела с головы вас не сотрясает как не знаю что этому нужно научиться научиться по лайту вот когда бы не хоп перестанет причинять вам дискомфорт когда вы научитесь плавно все сгибать смягчать удар тогда уже можете накачивать колеса до 4 и выше атмосфер и залезать на фигуры на фигурах все точно то же самое только учтите что если вы не летаете через стол приземления то никакой мягкости тоже естественно не будет каждое приземление это будет жесть и вам нужно будет научиться все с большей и большей высоты использовать свое тело как главный амортизатор ваш теперь в катании так что я могу вам еще порекомендовать не дропайте если очень хочется дропать научитесь как следует приземляться хотя бы с вылета на стол а потом уже лезьте на дропы потому что реально с дропа можно хорошо удариться и если уж решили дропать то конечно разгоняйтесь побыстрее потому что скорость сгладят удар далее что касается привычных трюков это в особенности касается тех кто перешел с мягкой на жесткую если вы например там делаете барчик тот же то перед вами будет стоять в первую очередь психологический барьер во вторую очередь технический барьер если вы ловите барспин на земле и не умеете амортизировать то будет больно реально вам говорю я когда только перешел на жесткую вилку мне было неприятно если вы научитесь правильной техники приземления то есть научитесь вовремя сгибать ступни колени и локти и кисти то даже закосяченный барспин пойман и в последний момент вот так на земле вы успеете самортизировать это очень классный наук а теперь давайте послушаем впечатление виталика фомина о его переходе в свое время на жесткую вилку виталик расскажи как ты вообще пришла идея в голову пересесть на жестяк ты же катался на мягкой сколько себя знаешь да получилось так что моя мягкая вилка запретила долго жить и умерла и это дешевый способ замены начнем с того да и мне хотелось что-то нового попробовать а на тот момент как раз таки все начали приходить на твердые елки на мтбшники и меня зацепило это мне было интересно попробовать я помню ты брал у меня велик в жести до пару раз было но это тяжело описать ощущение с покатаясь пять минут а вот тогда самолично на своем велосипеде покатался уже я почувствовал те самые ощущения которых должен был вот что было когда в первый раз парк приехал наверно это самое захватывающее было да это было кошмар не но вся та база которая у меня была набрана эти все когда над мягкой вилки она пропала я ну то есть пропала в плане приземления большую часть работы все-таки делала мягкая вилка при приземлении то есть как ты говорил амортизации телом я не делал просто как просто как мешок боюсь я просто падал и все и из-за этого было слетали ноги и руки все абсолютная растерялся первый день реально это было тяжело ну я надеюсь что мы смогли отговорить всех тех кто сомневается а всех тех кто тверд своем решении мы убедили объяснили плюсы нет не то что отговорить будет тяжело но я привык очень быстро я первый день прокатался да и понял что она себя представляет что как надо действовать и в дальнейшем у меня не было никаких проблем то есть уровень катания не упал ни в каких трюках то есть я боялся того что у меня реально пропадут трюки которые я делал на мягкой елки и на твердой это будет через чур нет что скажу на удивление мое добавилось наоборот больше контроля и уровень вырос появилось много интересных трюков как-то так обратно не хочешь тяжко обратно тоже тяжко туда-сюда нет не устраивает мягкая елка целиком полностью вот такие дела друзья поэтому набираетесь так сказать терпения если честно для меня плюсы жесткой вилки тоже открылись не сразу прошел период адаптации как это у виталика так у всех и потом бах внезапно понимаешь что тебе больше не больно и наоборот кайфово поэтому всем удачи счастливо большое вам спасибо за просмотр друзья и еще раз настоятельно рекомендую вам убедиться что вы правильно поняли как нужно ставить ноги на педали для этого я вставил аннотацию ссылкой на это видео а также умеете делать нормальный банихоп ссылка также вставлена в аннотацию подписывайтесь на канал и счастливо увидимся в следующих видео а